Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Бытие 2 глава 9 стих 17 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рай, и дерево познания добра и зла. Это начинается история, время отсчета. Сколько раз говорили, находили различные стоянки первобытного человека, им там 50 тысяч лет. Все это обман. Сегодня открыто, ученые говорят, ничего этого не было. Академик такой из Верхов доказал это на основании раскопок и прочего. Сегодня идет 7530 год от Адама. Другого нет. Это мировая история. Часы были включены. До этого была доисторическая вечность. Будет момент, когда часы мира все остановятся. Наступит поисторическая. И вот где мы там будем, нужно сегодня хорошо подумать об этом. Потому что произошла на небе война. И один из самых близких Богу Херувимов, как называют Люцифер, был сброшен на землю. И написано, он сошел к вам в великой ярости, ища кого поглотить. А для чего? Досадить Богу. Потому что мы являемся сосудами Божьими, сосудами благодати Духа Святого. И поэтому дьявол старается скрыть Слово Божие. Библия считалась книгой недоступной. Вот сейчас, как говорят, в других странах есть где, показывают, что делают. У человека нашли, ну не полностью Библию, может быть, Евангелие. Допрос ведут. Это все открыто снимается и показывает. Ты листал страницы? Листал. Не обезболиваешь их ничего, но мелкую лапшу режут пальцы и засыпают каким-то пеплом, чтобы никогда не зарастало. Только за то, что Библию. А если поступать, как эти восстания боксеров в Китае было? Мы узнали сейчас, что в раю были деревья. Я хочу показать, что мы окружены деревом. И как Бог через все это приближает человека к себе, чтобы мы задумались. Вокруг нас деревья. Я вот разговаривал с молодыми нашими братьями. Идут разговаривать. А с чем разговаривают? Ну балуются. А вот вокруг вас березы идут. С этой стороны растет клен. Тополь. Ну хоть что-то, знаете, ничего не могут сказать. Это неправильно. Мы знаем сейчас, посмотрим из Библии, какое дерево, как упоминается, где употребляется. Ну вроде, смотрите, дерево-то нигде. Это рамы, посмотрите, какие у нас. Посмотрите, иконы, каждая рамка какая. Аналогия выходит в священник. Двери, все дерево. А над нами балки лежат. Балки деревянные. Деревянный потолок. Ну тут уже сделали так, чтобы не видно было. То есть мы окружены. Ну люлька еще могут, ну как это назвать. Но гробы деревянные. И крест, на котором Христос встал был, деревянные. И указано это из трех якобы сортов дерева. Разных названий было. Так или не так, мы сейчас увидим. Что там было, еще раз просчитайте. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая. И дерево познания добра и зла. Все хорошо. Ну дерево познания добра и зла. Ну зачем было? Вот так. История сослагательного наклонения не принимает. Уже все случилось. А для чего? Если бы его не было, святые отцы говорят так. Адам бы уже на первый день пришел Господи, сделай такое, чтобы я доказал верность тебе, любовь тебе показать мне хочется. Ну поет же песню, с неба звездочку достану и на память подарю. Ну достать-то не может, но показать расположение. И здесь мы видим древо жизни. И ангел дальше, и дальше видим. И Господь говорит об этом. Человек согрешил, природа его изменила, сделала смертными, как бы ни коснулся древа жизни. И как бессмертный будет, грешник. Как хорошо, что есть смерть. Ну вот вообразите, что люди, которые жили здесь до 91-го года, а ведь это худо-бедно, 180 лет, они бы не умерли. А что дальше было бы? Ухаживать нет. Тут бы кладбище открытое было. И как хорошо, что есть смерть. Это задумаешься, как Иоанн Заталус говорит, самая легкая смерть – это утонуть. И Бог самую легкую казнь дал. А самая тяжелая какая – смерть. Некоторые даже не знают. От голода умереть. Когда тело истощается, и какие боли испытываются. Заталус это подробно описывает. И дальше считаю. Откровение. 22 глава, второй стих. С чем заканчивается мировая история? Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизнь. 12 роз, приносящие плоды. 12 раз. Дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Для исцеления народов. Какое исцеление, когда болезни-то написано, нет? В районе будет. Дерево. Ну, мы знаем, как бы мы не знали деревья, но знаем, дерево растет на одной стороне. А тут на две стороны. Это загадка. И древо жизни, говорит, по ту, и по другую сторону. И листья, что? То есть, тончайшее разумение. Почему это случилось? Вот почему такие события сегодня? Эпохальные буквально. А что нам нужно? Довериться Богу. Научиться мыслить категориями священного писания. Вот мы видим дерево. Ну, проберется не написано. Нет этого. Но ведь это дерево интересное. Когда нашли, которые сохранились в списке, на коре писали. Кора, когда взворачиваются. Из нее там разные тузьки все это делали. Что из нее только не готовят. Там и дегатели. Это береза. Твердое дерево. Из него разные черенки. Там топорища все делают. То есть, нужно знать и прославить. Вот Давид говорит, ели. Елка. Елка. Что? Жилище. Аистом. Разговаривать пришлось не мне. С одним человеком. Кажется, венгер. Вот приехал сюда кедроград открывать. Кедры. Его спрашивают. Какое у вас образование? Да никакого нет. Профессор. А как? А я изучаю Библию. Написано. Слово Божие твердо, как луна. Я изучаю луну. На каком расстоянии. Когда свет. Что от нее зависит. Какая посадка. Твердо, как луна. В то время-то никто не знал. А когда теперь забросили туда знания люди свои. И оказалось, она очень твердая. Не каждый буров может взять ее. Поэтому нам нужно все-таки научиться. Сесть, а когда Давиду и сказать. Давид, ты сегодня в Потеряевке. Ты каждое дерево находил и прославлял. Ну, можно наше дерево прославить как-то. То есть, как? Что оно такое? Много столь дает нам всего. Листья это не просто листья. Это легкие планеты. Если нигде не будет, земли не будет. Все газы задавят. И это у Бога вымерено. И без света. Она бы зеленым не была. Вот абсолютно все говорит о славе Божией. Еще этого нет. Но Бог заранее это приготовил. Иногда такие вопросы люди задают. Вот человек, ну, рождаются, пуповину отрезают. У Адама была эта пуповина? Была. А откуда она? То есть, это было на будущее. У нас отец был без руки. А после как вернулся, 8 родилось детей. И все с двумя руками. Тут очень легко, когда вы разговариваете с Божьейками. Простыми словами говорите. Бог заранее знал, что и для чего нам нужно окружающей природе в этой. Как им воспользоваться? Я просто пока цифры назову. Вот слово кедр встречается в Библии 91 раз. У нас его нет здесь. Ну, мы знаем, кедр это шишки, зернышки там какие. А там говорится в храме все было. И пол, и потолок, и стены. Камень. Но дальше облицовка была из дерева. И какой кедр? Почему? Дальше. Виноград. Виноградные кисти проще. 218 раз. А мы что в винограде знаем-то? Если кто-то жил, знает. И когда обход обещанной земли был разведчиками, они, чтобы доказать, что земля хорошая, ничем не могли. Одну кисточку сорвали и принесли. Но кисточка не наша была. Они несли ее на шесте двое здоровых мужиков. Вообразить даже нельзя. Это, ну, по крайней мере, ну, не три килограмма. Это следы на шесте ее несли. Так вокруг нас все. Без винограда нет вина. Без вина нет литургии. Вот куда уже пошло все. А теперь сравнение дается. Считаешь, когда песню песней. Станклый похож на пальму. Понимаете? Вот сравнение какие все. Это как кисточки винограда. Каждая ягодка одна к другой. Так мы должны быть близки друг к другу. Прославляя Бога. Мы сейчас коротко пройдем от корки до корки священного описания, чтобы научиться открытым взглядом на все смотреть, прославлять Бога. Псалом 127, 3 стих. Псалмопевец Дамин. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Сравнение какие. Вот у казахов, если он ее любит, на северные народы, ну мы видим какие они, не такого вида. Кавказская внешность это одно, а здесь другое. Лицо круглое. И он ей наговорит, ты прекрасная, как луна в полнолунии. Нам даже кажется, и сказать-то так нельзя. А вот нужно научиться категориями писания. И мы начнем тогда размышлять. А как бы сейчас он говорил, и как бы я к нему приспособился. Составил он, писал мне, в нашу березу или нет. А то все тополь да клен. А сколько мы от этого имеем? И дрова, и чего только нет. И клен дает точно так, как береза, посок свой. Исход 34, 13. Вторая книга Библии. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите свеченные рощи их. Поклоняться стали люди, а боготворять деревья. И Бог дал указание все разрушить и деревья все вырубить. Мы сейчас посмотрим как. Это прямое повеление Божие. У нас здесь белая береза, белый ствол. Я только из литературы узнал, что в мире существует три дерева с белой корой. Всего только три. И когда спрашивали тут, один знатный был человек, футболист номер один, и спрашивали, что в России больше всего понравилось? Он их березки. А мы рядом живем и не видим даже. Мне пришлось быть сакраменто в Америке, это Калифорния. Я не говорю, как тайм, они через границу в Америку. Сумели привезти там какие-то маленькие ростки березы, и посадили, и теперь смотрят на них, вспоминают родину свою. Так многое потеряно. А она напоминает, где мы были. Далее. Второзаконие 7.5. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из туканы их сожгите огнем. Второзаконие, это означает, первый закон растворился, они не знают, и книга это повторно, Бог дает то же самое, и опять напоминает об этих рощах. И вот у нас белая береза, а там дальше, к Андреяшину лобу, появились вдруг, тогда было три, черная береза. Это не наши березы, они там в Карелии растут. Как они оказались? Кто их посадил? Ну вот здесь вот растет листьевница одна. Откуда она? И мы туда приезжали, там ягоди хорошие, уже пустили молнию, что мы поклоняемся черной березе. На полном серьезе. Я говорю, никогда не видел, кто-то им начал там одну, другую испилил. Она совершенно черная, как земля. Такие листья не узнаешь. Второзаконие 20.20. Я просто некоторые места показываю, чтобы Библия заговорила с нами. Помолите, чтобы к утру Господь еще больше позволил сказать о самой Библии. Как она писалась, как мы попадем под осуждение, написанное в ней, как избавиться от казни. Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. То есть деревья такие рубите, а плодами-то там яблони растут, и не трожьте, потому что город захватить и вам самим питаться можно. То есть отношение к деревьям разное. Иисус на вид 9.23. За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Это когда захватили они землю, воюют со всеми народностями, и вдруг какие-то приходят, я коротко расскажу историю, и показывают. Вот мы из дома вышли, у нас хребы были, только что спикли, из печки вытащили. А пришли, пока они засохли, заплеснили, и мешки порвались дорогой. Давайте заключим. Мы далеко отсюда живем, но все равно, мало ли, чтобы войны-то не было. Мы клянемся своими такими словами, а Израиль поклялся своими, мы вас не тронем. На утро идти воевать, а они соседи здесь живут. Их снова, это как так? Да вы же сказали, вы убиваете всех, а теперь поклялись, вы нас убить не можете. Собралось все собрание и сказали, как клялись, но именем Бога и Бога трогать нельзя их. Вот обманщики, что натворили? Это земля наша, уже Бог отдал. Ну и что? Ну теперь сделать их рабами. Что будут? Таскать воду для храма, рубить дрова, и на всю жизнь это какая специальность? Никакая. Все ваши институты дрова рубить. Это тоже талант от Бога. Если ты не знаешь, переломаешь 10 колунов. Это надо понимать. Эта история была здесь, и так она сохранилась. Судьи 9.48. И пошел Авимилех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним, взял Авимилех топоры с собой, нарубил сучьев древесных и положил на плеча свои и сказал народу, бывшему с ним, вы видели, что я сделал? Скорее делайте, и вы тоже, что я. То есть люди собрались несколько тысяч в башню, большая башня, ее никак нельзя взять, высоко. И он нарубил хвост. Употребили это как оружие, и все бросили, и всех сожгли. То есть мы смотрим, как люди пользовались этим. Дурно. Третья царствия 5-6. Итак, прикажи нарубить для меня кедров сливаном. И вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как седоняне. Застроится храм, и деревья не пилели, а рубили. И нанимает другую нацию, другой народ. Никто так не умеет рубить. Искусство рубить, это не просто так. Мне знакомый брат один говорит, мне Бог дал талант, я тут и рублю им дрова, и все. Это талант. И они, даже не стал Соломон, рассуждать, берите, да рубите топором, маши, щепки полетят. Нет. Тут прямо написано, ибо мои люди, Израиль, а это речь о нескольких миллионах, никто не может рубить так. И мы должны уважать это. Кто работает с деревом, посмотрите, какая оградка. Это все таланты. И что случается? А какие огробы-то? Из чего? И все дерево, начинаем, и все время прославляй Бога. Дерево-то не было, что бы было. А раньше ложки, поварешки, все было деревянное. Телега, колесо, там обручки натянуты, а основное, это все деревянное. И Россия никогда не бедствовала этим деревом. Сегодня, говорят, миллионы кубометров Китай вывозит. Отдали им в аренду, ну и там, где Красноярский край, там целые сопки, все голое сегодня стоит. Все обметает, какие лесные лягушки, они по дереву, все съедают, убирают. Бумага вся, которая у нас есть, которую я держу, вот, это все из дерева. Бумаги бы не было, ни одной Библии не было. Евангелия не знали бы, не выносили бы, не провозглашали. И поэтому в молитву надо включать все, что вы слышали здесь. Господи, как хорошо, такое разнообразие. Плохо, что к дереву познания и добрать. Не там искать знания надо, а в Библии искать. А то запрет был. 4 САС 3.19 То есть я специально беру по разным местам Библии посмотреть, как отношение к дереву менялось или нет, и как дошло до наших дней. 4 САС 3.19 Вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрундите, и все лучшие участки полевые испорьте каминьями. Вот это тоже дает, почему это повторялось. Как нужно вести себя по отношению к врагам. Мне нравятся березки. Я здесь накопал, тут есть небольшие, ну, по высшим ростам. Полил, посадил, там, где в Барнауле, больше еще сделал. Вот утром встал, все переломанные, винтом взял, и все где-то. Кому они мешали, эти деревья? Осады не было. Дом свободно открытый был. Ну, вот так человек привык делать. Я больше не стал даже брать бесполезные, которые внутри, уже с заградой, там никто не тронул. Маленькая елка была, сейчас такая выросла, смотри, голову запрокинешь. А кто знает, что ель дает? И сколько загадок про эти деревни зимой, летом, одним светом. А к этой, к листьям, если не относятся. Проводили, где Санкт-Петербург, студенты, там где-то надо было прокладывать, какое-то, и наткнулись на водопровод 200 лет назад. А он как? Определенно, четко, разрублены, точно пополам, какой размер, не говорится. И где там перегиб был, она сохранилась, вода стали пить ее, она как будто сегодня взята, обеззаражена. Вот смотрите, первом мосте, когда проезжаем, и там стоят столбушки такие белого света. Как они их делали? Глиняная яма, она воду не пропускает. Туда и извести. Ну, сегодня это криозот, вымачивают там. Они вымачивают эти столбы. Этим столбам около 200 лет. И сегодня топором удальшим взбенит стоит. Ни одна мошка, никто ничего не может. А тут еще один влейка не засмотрел, уже гниет. Строили первый сарай, который из сырого тополя. Ну, все. Насколько сгнило, опять дальше просаживается. Третий сарс, 5-6. Итак, прикажи нарубить для меня... Это сами читали, да? Да, читали. Ну, можешь прочитать судьи 9-15. Еще. Потому что повтор дается для памяти. Не от того, чтобы бумага лишняя была. Терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь по тени моей. Если же нет, то выйдет огонь из Терновника и пожрет кедр ливанский. Видите, какими причинами говорили. А дело в том, что случился, умер хозяин, у него 70 сыновей. И один сын от рабыни. И он восстал на них омелех, и все 70 были убиты. И теперь в виде притчи говорит, что деревья решили избрать главного, кто на ними будет. Пришли к виноградной лазерной, говорят, начальники эти, депутаты, зачем я пойду, когда у меня виноград надо выращивать. Какое не подаду дерево, ни одно, а Терновику подошли, колючка стоит там. Я буду над вами. Но я сдам такие законы, стонать будете. Берете меня или нет? И вот так получилось после февральской Охеарской революции. Кого избрали? Убийцы. Сегодня прямо показывают. Какие были жертвы? Сколько? Ведь это не один, не два, 66 миллионов только. Только гражданская война унесла больше 6 тысяч. Раскулачивание прошло 12 тысяч, миллионов. 12 миллионов лучших тружеников. Вот здесь потеряете 6 семейств. Как они жили? Никого не трогали. Они только молились, скотчены, церковь была, ходили туда пешком. Один день пришли, и все, кулак. Это труженики, которые все умели. Приезжала, вы помните, к нам сюда, и дойти, и там, потеряя его. Это первооснователь нашего населенного пункта. Треть отца, 6-15. И обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. Видите, как? Прямо Бог говорит, это не как-то, а Господь открывает. Мы верим в Священное Писание Бога Духновенное. Писали святые Божьи человеки, будучи движением святым. Это не от того, что он только грамотный плотник. Бог сказал так. А почему? Особый аромат. Вот свяща у нас горит, тут ничего особенного нет. У нас свяща купленный воск. От него аромат идет. А сегодня в церкви красное, зеленое, синее, а там сырозин, несчетые конья. Это катаракта готовая. Я как-то зашел, там можно позвонить на Пасху было. Бежу, огромные кули, стоят полные агарты. Вот такие агарки. Это бороздок просто. Вот за все, за все благодарите Бога, что у нас все абсолютно чисто, о чем Серафим Саровский говорил, левитам 10 и 10. Чистому чистое. А не чистое, чистому не пойдет. Никак. Третья старшая, 10 и 24. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И он объяснял деревья, животные, все абсолютно, любой вопрос изнал. Так что весь мир явился. Я сказал, сколько это? Кедр 91 раз встречается. Дуб 53. Это деревья, которые Библию упоминают. Меня интересует то, что вокруг. Ребятишки, если есть, дайте им задание, учителя, написать. Перед этим расскажите больше, что они знают. Чтобы раскрылось, вот это, в каком мы живем месте, отделенном, буквально таинственном. Я сегодня только сколько получил известий, вот об интернете. Людям абсолютно все это дорого. Я даже никогда не думал, из-за границы, вот вы живете, так спокойно у вас. Это не всегда так бывает. Видите, какие были. Хворосты принесите, сожгите. В этом образец есть. Мы сегодня должны понимать, что было такое дерево, росло, никому не мешало. И Господь подошел к нему, говорит, и не время собирания плодов. Не время. И он видит дерево, и он что, проклял ее? Да не будет ли тебе плодов никогда? Утром пришли, ученики. Нет и ничего. Вся засохла. Чтобы наша жизнь, мы были похожи на подоносную ветвь винограда, а не засосохшую смоковницу. Вот это предупреждение нам Господь дает. Одно из сочинений, такое очень прекрасное. И ученик получил за нее пятерку. И это написал на экзамене Карл Маркс. Вот в свое время другого ничего не мог найти. А потом обманом пошел под крутую гору. Да поможет нам Господь открытыми глазами смотреть окружающую природу и славить Бога, которому слава во веки веков. Аминь.